Джулия Бек присоединилась к нам. Джулия, спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласили. Итак, ты сказала то, что многие люди считают очевидным, но почти никто не говорит об этом вслух. Ты высказалась, зная, что, скорее всего, тебя накажут, но все равно высказалась. Так почему ты это сделала? Я верю в правду. Я считаю, что мы должны обсуждать это, говорить о том, что важно, говорить и при этом не бояться наказания. Ты очень старомодна. Почему ты... Я абсолютно согласен с тобой и очень признателен тебе за твое мнение, но почему ты посчитала нужным сказать именно это? Если разобраться биологически, все женщины и девочки относятся к одной категории, мы все женского пола. Но если любой мужчина может назвать себя женщиной или юридически отнести себя к другому полу, он может сделать это с целью получения доступа к личному сексуальному пространству женщин, что подвергнет риску любой из них. Я редко об этом задумываюсь, потому что сексуальная политика — это такая путаница, и, честно говоря, не стоит она того. Но у меня есть дочери, за которых я переживаю, и мой инстинкт всегда подсказывал, это изменение в нашем обществе, которое никогда не обсуждалось, и где нет четких правил, в конечном счете не в интересах девушек. Ты разделяешь это беспокойство? Несомненно, разделяю. Как я уже сказала, каждая женщина подвергается риску насилия, и во многих штатах это уже происходит. Во многих штатах мужчина может юридически поменять пол и получить доступ к личному сексуальному пространству женщин. И спорт — всего лишь одна из сфер, где такие мужчины получают титулы, степени, и это проблема. Это похоже на настоящую проблему. Почему группы, созданные для защиты интересов женщин, не бьют тревогу в связи с этим? Женщины заявляли об этом десятилетиями, но нас успешно заглушают. Многих женщин, как и меня, вытесняют из пространства, которое мы создали, и которое призвано объединять нас, просто потому, что мы признаем биологическую реальность. Считаешь ли ты, в смысле, ты лесбиянка, ты принадлежишь к тому же сообществу, что и ряд других групп, в том числе трансгендеры? Считаешь ли ты, что тебе тяжелее участвовать в споре? Похоже, это настолько политизировали, что тебе приписывают определенные взгляды, которых у тебя, возможно, нет. Я поняла, о чем ты, и я хотела бы провести здесь черту. Буквы в аббревиатуре имеют не так много общего. L, G и B подразумевают сексуальность, секс, биологическую реальность. Да. Но по T имеют в виду гендерное самоопределение, которое не связано с биологической реальностью. Я бы сказала, что эта группа противоречит биологической реальности. Л, G, B очень отличается от T. Думаю, несправедливо объединять нас в одной аббревиатуре. Ты не находишь поразительным, что защита биологии считается проявлением храбрости? Я бы сама так не сказала, но думаю, таковы реалии. И надеюсь, больше женщин вступят в борьбу. Последний вопрос. Что они сказали тебе? Тебя наказали, исключили из комиссии за твои слова. Чем это объяснили? Честно говоря, причину не указали. Мой обвинитель сказал, в этом нет необходимости. Один из членов комитета заявил, что пол — это пережиток прошлого. Он сказал, что наука достигла такого прогресса, при котором пол уже не имеет значения. А я доказывала обратное. Джулия Бек, в наши дни я бы сказал то, что думаю, но большинство людей боится. Ты нет. И это определенно заслуживает восхищения. Спасибо тебе за это. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok